Вот до сюда. Дорогие друзья, собственно говоря, результативная часть турнира закончилась. Вне зависимости от результата двух оставшихся партий, точнее одной уже оставшейся, да, победителем турнира стал Леон Араньян, который по дополнительным показателям обошел Бориса Гельфанда, а именно по количеству побед. Вот, сейчас мы дадим Леону слово. Леон, садись, пожалуйста. Миша будет тебя переводить, потому что мы даем это на все, прямую трансляцию. У меня очень большая просьба. Леон, партию коротко, а потом уже будешь отвечать на вопросы, ладно? Укажи на ключевые моменты. Соответственно, это лучшая возможность, чтобы задать вопросы победителю. Потом еще будет она, но лучше воспользоваться ей сразу. И, пожалуйста, всем очень тихо, очень прошу, чтобы людей очень много. Ну, в этом турнире я впервые начал применять вариант Гельфанда-Халифмана, как его называем. Мы обычно... В первой партии этим вариантом у меня удалась с Петром Силером. Очень успешно получилось, и мне хотелось посмотреть, как будет реагировать Максим на этот вариант. Этот вариант – один из самых принципиальных. His reply is one of the most principled. Черные не дают белым пойти С4 и пытаются как бы играть против пешки Д5. Black prevents С4 and tries to play against opponent D5. Тут Максим применил интересный ход. Ф6, ладея Ф3, ферзь Е5. Такую идею. Максим made a new move. Interesting idea. Queen F6, Е5. Насколько я помню, С4 не должен быть очень плохим ходом, и мне казалось, что достаточно логично поставить слона сюда и поддержать пешку. Следующее решение меня чуть-чуть удивило, но правда я и сам не понимал, как черным надо точно играть тут. His next move was kind of surprising for me, but I wasn't sure how Black should proceed. I think I reacted quite logically. ферзь Е1, ладея Ф1, ферзь Е4, слон Ж5, и тут, мне кажется, у белых преимуществ после хода ферзь А4. And after Queen H4, I think White has an advantage here. Важная деталь надо ее, конечно, отметить, что в случае слон Ж4, ладея Е1, ферзь БЦ4, ладея БЦ5, позиция черных хуже, потому что после Ф6, ладея БЦ7, тут сначала я чуть-чуть испугался, думал, что исход ферзь Ф1, королев Ф1, ЖФ, но там исход ферзь Ф2. It's important to know that this variation favors White. Here I was a bit worried about Queen F1 for a moment who has discovered check, but then I found that Queen just returns to F2. Да, после H5 ладея Е7, так что конкретно они проблему свою решить не могут, а если играют ладея Е8, то тут у белых пару интересных продолжений, я думал, что может не стоит играть слон Е7, а можно просто взять и пойти H3 с приятной позицией для белых. So Black cannot solve his problems with concrete lines, and if he plays Rf2, e8, then I have a few options, and one of them is just trading the rooks, playing h3, and continuing with a nice position. It's kind of sad playing for Black after trading the queens, but maybe I wasn't the most accurate, and also Maxim found a very fine resource. Here I have many options, White should be just technically winning here. Yeah, on Rook before I was planning to play Bg5, it looked quite strong to me, but then I found f5, and it's not so clear. Rook c4, bh6, f5. bishop e7, maybe it's not the strongest move, but Black must reply with f6, and it's easy to miss such a source in time trouble. I was planning to play on f6 to play rook e7 and a4, I'm not sure why it can win here, but he certainly has practical chances. I thought I thought that he with the idea is very strong with Maxima, but it pass. And king g7 is supposed to be a losing move. It's very interesting idea by Maxima, but it shouldn't work. This is the main idea for Black to prevent rook a8. after a4, I get position with a of extra tempos. But after a4, I get the same position as after f6, but with a couple of extra tempos. after c4, g3 is the clear decision. After f6, there is a king e2 and position without a chance. Unfortunately, for Black, here there is king e2 and Black is hopeless. Please, questions? The question is, Levan, you won the decisive game today in the last round, and in London you didn't have such a bright finish. What do you think is required from the player to finish the competition in the best way? I think good nerves are very important and sometimes I'm quite calm, sometimes not. In London I wasn't really calm. Why? Тренировать, наверное, нужно, это даже трудно как, но надо уметь, мне кажется, после проигрыша как-то оптимистично смотреть и, наверное, это единственный способ, чтобы смочь то есть тяжёлой ситуации из них выходить. Это трудно тренировать. Один, наверное, должен просто быть оптимистичным после тяжелых лошадей, чтобы успокоиться от них. Какая лучшая стратегия для последнего раунда когда нужно играть для победы? Мне кажется, тут как-то вопрос очень сложный. То есть рецепта победы в решающих партиях точно нет. Я думаю, это очень глубокая вопрос, и нет рецепта для успеха, которая работает в каждой ситуации. Ну, в любом спорте, конечно же, бывают игроки, которые забивают решающие голы, или умеют собраться в нужную минуту. То есть, это, наверное, мне кажется, годы работы на это нужны, чтобы... В каждой спорте, есть игроки, которые работают лучше под тяжелым моментом, и это занимает годы испытания. Я не готовился, просто мне было интересно сыграть с Максимом, я с ним давно не играл. Я не подготовил ничего особенного для этого игра, я просто очень интересен играть против Максима. Я не играл его за время. Ливон, какие у вас общие впечатления об этом турнире, о мемориале Алехина? Понравился ли он вам, и насколько легко вы приняли приглашение принять участие в этом мемориале? И, конечно, общие впечатления от победы. Congratulations for the win, and what are your impressions from the Алехин Memorial, and was it easy for you to accept this invitation? Не каждый день, конечно, приглашают нас играть в таких замечательных местах. И я, в принципе, несмотря на то, что был, понимал, что буду очень уставшим после Лондона, недолго раздумывал. Ну, еще мне очень нравится бывать в Париже и в Петербурге. Тем более, что организация проводится на таком высоком уровне. I knew I would be very tired after the candidates, but I didn't really hesitate. I really love being in Paris and in St. Petersburg. The conditions are wonderful, and the organization is very good. Well, first, I have to say, что я пока что чуть-чуть в пылу борьбы не отошел, но в любом случае победа в таком сильном турнире для меня это большая честь. Тем более, что для меня Алехин является любимым шахматистом. И мне очень приятно и радостно. I cannot really speak about my feelings about this win, because I'm still in the last game. I'm still in the fighting mood. But in any case, winning such a super tournament is a big honor. And also, Александр Алехин is probably my favorite chess player. Thank you very much. Леон, тоже поздравляю, естественно, с победой. Я слышал, что когда была экскурсия в Русском музее на следующий день, вы были одним из самых заинтересованных зрителей, надолго задержались в зале начала XIX века, где, в частности, последний день Помпеи. И вообще, насколько вам помогло именно то, что турнир проходил в окружении образцов такого высокого искусства, в данном случае вот архитектура, Михайловский замок, русский музей вообще в Петербурге. I heard you are one of the most excited visitors of the excursion in the Russian Museum and you spent some time watching the masterpieces. How much of a help it was to play in such a great place, art collection, and the Михайловский castle? Знаете, в принципе, занятия шахматами, мне кажется, каждого человека настраивают на волну того, что ты начинаешь уважать искусство и именно творческий подход во всем. И видеть такие картины… Я, в принципе, был в многих музеях, но я очень впечатлен здесь vens из Петербурга. И личные коллекции, в особенности картинами Айвазовского, именно Брюлова. Это шедевры мировой культуры. Мне кажется, что партии, которые были играны здесь, не только мной, действительно имеют некоторый оттенок такой артистичности. Я думаю, что многие игры в Санкт-Петербург-Парке приводят артистичность. То есть за вами всегда есть постоянная большая группа болельщиков из армянских общин, где вы бываете. В Петербурге мы здесь представляем армянскую общину. Вы сказали о Русском музее, там Айвазовский. Вы были на Невском, где армянский комплекс церкви? Знаете, вот Эрмитаж, где были директора Академии Корбели, Ваганова, Гребина Яковлевна тут рядом. Какое место занимает вот этот человеческий фактор в ваших поездках в играх в спортивном плане, психологическом? Успеваете ли вы ознакомиться? Контакты завязываются на перспективу. Спасибо. Я, во-первых, конечно, очень благодарен всем болельщикам, которые приходили и сюда, и в Париже. Посмотреть и поболеть за меня. Я очень благодарен, во-первых, всем моим поддержкам, которые приходят в Париже и также здесь. Как, в принципе, для большинства армянских спортсменов, для нас очень важно чувствовать именно связь с Родиной. И мне очень приятно, что люди приходят и смотрят и болеют и всегда пытаются чем-либо помочь. Для меня это большая подмога. И я надеюсь, что мои успехи и успехи нашей команды и вообще как-то помогут моим соотечественникам, которые вдали от Родины приблизятся. И также постараться добиться высот в своих профессиях. И я надеюсь, что мои победы и победы нашей команды будут как-то впечатляют армянцев, которые живут abroad, чтобы достигнуть их высот. Аливан, если вы еще в борьбе, то, возможно, я могу задать эту вопрос. Вопрос такой, компьютеры часто ошибочно оценивают Эншпель. И как ли он оценивал позицию в каком случае? Ладья Е4. В предыдущем Ладья Е4 попытки построить крепость. Я видел этот ход и собирался играть Ж3. И, конечно, Д7 ни к чему не ведет. Или, в fact... Может, я могу играть РУК А8 здесь. Это была другая идея у меня. Хотя, может, Ладья Е8 есть. Я думал, что РУК А8 победит. Извините. Но теперь, видя, задавший вопрос с компьютером, не настолько в этом уверен. Еще вопросы? Тогда поблагодарим Ливона и поздравим его с победой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ